Друзья, приветствую! Артем из Саратова прислал образцы масла Ravenol. Это у нас VSW 030 C3. Это свежая. Кстати, по цвету видно, что здесь PAO присутствует. И отработка. Вот так выглядит. Сейчас покажу вам описание. У автомобиля условия эксплуатации. Это Audi Q3, не знаю какого года. Значит, 1.4 TSI, 150 сил, общий пробег небольшой у автомобиля, 55 тысяч километров, пробег на масле 6700 километров, при средней скорости 26 км в час, 250 моточасов. И используется сотый от лукоила бензин и башнефть без доливок. Так, значит, вот подписано. Давайте первым делом, естественно, проверю на оригинальности и потом сравню с некоторыми конкурентами. Так, по оригинальности я вот образец подписал как Саратов. Ну, тут как бы вопросов нет. Совпадает с таким же Ravenol на 99,08%. И интересный момент, обратите внимание, третья строчка это Новый Гравити. Тоже такой же пакет. Вот 504 подписан. И прям вот один в один с Ravenol предыдущим. 99,8. Просто вот тут, видимо, высокое содержание PAO тоже сказалось. На четвертом месте у нас старый Mobile-1 ESP LV-030, C2. Ну и далее там Nous, Mobile, Mobile, Ravenol. Два экстрима, Nous, Ravenol. Да, интересно. Так, следующая оценка базы. Артем передал еще образец Шелла, поэтому я попросил на оригинальность проверить. Тоже вот подписано. Саратов тоже 0,30, тоже C3. И посмотрите, насколько они совпадают. Максимальное содержание PAO из данных конкурентов у Ravenol. Конкурентов я подобрал только 5. 0,30 в такой вязке, ну, C23. Ну и в 0,30, да. Значит, на втором месте у нас Mobile. Больше, чем у Mobile, концентрация PAO. На третьем Motul LL12FE. Далее с приличным отставанием Ravenol FES и Shell, да. Так, по пакету. Здесь мы видим, что очень похож Ravenol на Mobile 1 ESP. Старая рецептура LV. Только у Ravenol чуть-чуть поменьше эстеров. Ну, может быть, даже чуть-чуть меньше сукцинемидов. Ну, там на граммульку. Так, также вот Shell и Ravenol FES. Ну, похоже, что на одном пакете есть небольшое отличие. Ну, там, может быть, нюансы какие-то. Может быть, это положение ячейки прибора дает некоторое там расхождение. В любом случае, любое оборудование имеет погрешность некоторую. Так, ну и самая слабенькая у нас Motul Specific LL12. Да, все вот эти с высоким содержанием сукцинемидов. Это 504, 507. Это, кстати, характерное отличие данного допуска. Данные по-свежему. Что мы видим здесь по-свежему? Окисление 36,4. Да, видно, что здесь такое приличное содержание эстеров. Кстати, нижняя строчка как раз намекает на это. Противоизносные присадки такое содержание эстеров забивает. Кстати, не так много противоизносных присадок. 0,14 и 0,61 аминных. Нечастое сочетание. Щелочное 7 и кислотное 1,45. Ну, щелочное ГОСТ для отработки дает занижение. Рабочая вязкость 12,03. Ну, 12 антистоксов. Типичная для АЦ3. И по эстерам, по версии девайса, 6% эстеров. Вот он как раз видит. Да, которые забивают пики противоизносных присадок. Эстеры дают несколько пиков. Не только тот, который я показываю. Но какие-то из них и забивают. Далее. Данные по отработке. Вот у нас Ауди 1,4. Так, нарастает постепенно. 36 было, стало 34,53. Окисление и нитрова не нарастает. Ну, противоизносных как не видно, так и не видно. Остаток примерно 50, ну, 53% по фенольным подработались. По аминным такой же остаток. Равномерно расходуется. Значит, щелочное, с учетом того, что было 7, остаток 3,68. И подросло немного 2,48 кислотное. Так, значит, да, похоже на... Кислотное растет, как у ПАО. Не так быстро, как на гидрокрекинге. Рабочая вязкость 11,83. Да, немножко просело. И СТРов в отработке 5,96. Практически такой же уровень. Также присутствует немножко воды 0,06. И немного сажи 0,02. Так, ну, это режим эксплуатации. Может быть, и некоторые там нюансы по мотору. Свечи, катушки, пропуски зажигания. Может быть, могут давать САЗу в бензиновом моторе. Так, давайте покажу вам, что произошло с вязкостью на линейке. Ну, по вязкости вообще вопросов нет. Да, кстати, прибор не увидел бензина. Это редкий случай. Возможно, он есть. Я никогда не видел в каких-то маленьких количествах. Вот, возможно, там 0,2, 0,3, 0,4 процента есть. Но вот прибор, по крайней мере, не показывает это. Да, видим, что вязкость практически не изменилась. Отличный результат, на мой взгляд. Вот. Ну, и вот такой получился прогноз. Значит, 8300 километров мощные нейтрализующие свойства. 311 моточасов. Ну, хороший результат. По оксидам азота отличный результат. Больше тысячи моточасов. Вот, видите, в некоторых машинах оксиды азота показывают там 400. И это существенно влияет на ресурс масла. В данном случае видно, что здесь, я бы сказал, даже больше окисления нарастает. Видите, синяя полоска снизу. Как будто чуть забеднена смесь. Вот. И, возможно, температура чуть повыше. Ну, может, это настройка мотора такая штатная. Так. И, ну, по вязкости вообще вопросов никаких нет. 250 моточасов, посмотрите, она практически не изменилась. Призывать вас подписаться на канал не буду. Подписывайтесь на Рутуб. В описании есть ссылки. Приобрести компаратор. Подписаться на Рутуб. На Дзен. Я думаю, что все-таки, когда наладятся альтернативные платформы, в один прекрасный момент, значит, отрубится Ютуб у нас в стране. Мне кажется, это будет. Вот такой получился тест. Благодарю, значит, Артему за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.